Илон Маск решил больше не общаться с автомобильной прессой. Jaguar XF стал исключительно четырехцилиндровым. Итальянцы хотят сделать очередной седан из пикапа Рэм, а Hyundai переключается на шагающих роботов. Здесь неделя на колесах, с вами Катя. Поехали! Hyundai сдула пыль со старых диссертаций и представила новый старый концепт шагающего автомобиля Elevate. Планы, как всегда, грандиозны. Управление искусственным интеллектом, максимальная проходимость и возможность трансформироваться в обычную машину. Звучит круто, но на всякий случай напомним, что прототипы первых шагаходов известны аж с середины 19 века. Такую штуку в 1870-х показывал на всемирных выставках в Париже и Филадельфии питерский математик и механик Пафнутий Чебышев. Спустя 40 лет нечто подобное планировали использовать англичане против немцев в Первой мировой. А всю вторую половину 20 века с шагающими машинами баловались американские военные. К 90-м годам стало понятно, что конструкция кажется ни разу не перспективной, и ее сдали в архив. Пока все, что получилось из шагающих роботов, это вот эти вот собачки из Boston Dynamics, которые смешно озвучивают роботизированным голосом. Короче, насчет успеха в Hyundai Elevate есть некоторые сомнения, но все равно пожелаем инноваторам удачи. Илон Маск обиделся на прессу и распустил пиар-отдел. Об этом со ссылкой на источники в компании рассказал американский журнал Electrek. Судя по всему, Маска окончательно выбесили всякие расследования. Например, те, что нашли крепеж радиатора из зеленой изоленты и обрезков мебели в Tesla Model Y. Журналисты задавали неудобные вопросы и вообще смели критиковать великую компанию и ее великие автомобили. Поэтому больше никаких комментариев. Тотальный игнор. Ну что ж, учитывая бесполезность большинства автомобильных пиарщиков и пресс-секретарей, не самый худший шаг. Итальянцы готовят свой ответ Rolls-Royce. Позаимствовав платформу и двигатели, судя по всему, у пикапа Ram, ателье Asnom строит на нем лухарь-внедорожный седан Palladium. Пока опубликованы только эскизы. Надо сказать, довольно уродливые. Хотя, конечно, до их прежней модели, Asnom Outlooks, Palladium далеко. Тот был настолько отвратителен, что даже бэпановские жигули на его фоне смотрятся достаточно эстетично. С некоторым опасением за собственные глаза ждем серийной машины. Volkswagen готовится расстаться со своими лакшери брендами. Bugatti, по всей видимости, купит хорваты из автомобильного стартапа Remak. А Lamborghini еще неизвестно кто, но кто-то точно купит. В любом случае, уже можно обращаться с великолепными двигателями W16, V12 и V10. Вместо них все будет скучно электрическое, с имитациями звука из колонок. Также под раздачу попадает и мотобренд Ducati, на которых уже ищут покупателей. Вполне возможно, индийских или китайских, как уже бывало с другими моторегендами. Не будем показывать пальцем на Benelli, Яву и Royal Enfield. А спасибо за все это, можно сказать, дизель-гейту и эколога озабоченным. У Volkswagen больше нет ни средств, ни желания заниматься суперкарами и мотоциклами. Короткой строкой о премьерах этой недели. Кросс-купе Mazda MX-30 вышел в Японии с двухлитровым бензиновым ДВС. До этого момента оно продавалось в Европе с электрической установкой. Ну, вернее, как продавалось. С тиражом 170 штук в год. В общем, теперь у машины появился нормальный мотор. И официально подтверждено, что в 2022 году выйдет гибридная версия с роторным ДВС. Opel Crossland обновился в Европе. По сути, все ограничилось приведением машины под общий корпоративный стиль. Есть шансы, что модель привезут и в Россию тоже. Jaguar XF получил более современный салон с гигантским планшетом от F-Payson. А заодно лишился моторов V6, оставшись только с рядными четверками Ingenium. Все это попахивает скорым списанием модели. Потому как надежды на конкуренцию с немцами не оправдались. Продажи падают и в Европе, и в США, и в Китае. А жаль. К нашим публикациям. Сергей Арбузов в подробностях рассказал о новом Kia Sorento 4-го поколения с клиренсом, как у Lada Vesta. А также о переезде сборки прежнего Sorento с приставкой Prime на сборочную площадку в Казахстане. Борис Игнашин рассказал о типичных проблемах Honda Civic 9-го поколения. Это последний Civic, который продавался в России. И машин не так много. Однако, кое-какое представление о нем составить удалось. Если вкратце, там все неплохо. Кроме антикоррозийной обработки. Ее, по сути, там просто нет. Никита Чуйко сделал очередную пару рендеров. На сей раз обновленный Kia Rio X-Line и Genesis GV70. Смотрим, комментируем внешность, критикуем дизайнеров, проводим диванную экспертизу. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы, как обычно, найдете под видео на YouTube. С вами была неделя на колесах и Катя. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok